Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, вы дождались. Вы ждали, я ждал, все ждали. Бэйблэйд Слэм наконец-то случился. Вернее, он случится сегодня уже через полчаса. Что мы будем делать это полчаса? Это у нас такое пресс-шоу. У нас на данном шоу будет, соответственно, один поединок. Это Дрейн Фафнер против Арчера Геркулеса. Потому что многие в комментариях под прошлыми роликами просили, писали, ждали этот бой. Потому что, ну, кто-то говорит, что фри-чемпион, я согласен. Но сегодня Дрейн Фафнер и Арчер Геркулес будут у нас на кей-кофе. То есть на таком пресс-шоу, где мы поболтаем, обсудим, что, возможно, произойдет у нас сегодня на Бэйблэйд Слэм. Друзья мои, это не стрим. Сразу предупреждаю, это премьера. Я запустил премьеру, записал все ролики заранее. Думаю, понятно. Поэтому, ребята, я сейчас прямо в чате нахожусь онлайн вместе с вами. Поэтому, во-первых, всех приветствую через ролик. Кто зашел, кто только что присоединился к нашей трансляции. Потому что, как получается так, если я запущу сразу премьеру, то пока вы набежите, пройдет время. Поэтому у нас сначала кей-коф, ну, вот такой пришел. Потом уже сам Бэйблэйд Слэм буквально через полчаса он стартует. Вот, он стартует. Это будет сумасшедшее событие. Не знаю, почему не делал его раньше. Я хотел сделать стрим полноценный перед, соответственно, Бэйблэйд Слэмом. Но получилось так, что я подумал, наверное, после стрима не совсем корректно будет запускать премьеру. И я не знаю, честно говоря, что я буду делать в воскресенье вечером. Поэтому, мало ли что. Я решил заранее все это записать, красиво смонтировать, чтобы вам было прямо интересно, насыщенно наблюдать за всеми битвами. Друзья мои. Значит, первый бой, который у нас сегодня будет на Бэйблэйд Слэме, такой простенький, знаешь, бой, который состоится между двумя сприганами. Кстати, во время пришел вы можете в комментариях писать, вообще вы можете во время всего шоу писать, но вот сейчас в частности. Как вы думаете, друзья, кто сейчас в чате, да? Кто победит? У нас есть сприган, получается, Рэквием от компании Токаро Томи с драйвером от Гайст Фафнера. Однако, у нас есть классный сприган от СБ, он будет драться на защите. Вот, сегодня открывают они наше шоу, это интересно, наш праздник Бэйблэйда, Бэйблэйд Слэм. Два вот такой вот боя был выбран, два спригана. В принципе, я думаю, они покажут красивый, интересный бой. Я, наверное, надеюсь на то, что, ну, наверное, все-таки СБ, хотя, скорее всего, победит, конечно, Токаро Томи, но я бы за СБ, потому что нам нужны чемпионы и оттуда, и отсюда. Вот, как вы думаете, по вашему мнению, вообще, какой вам нравится больше? То есть, возможно, вам нравится золотой сприган вот такой, возможно, вам нравится вот такой сприган Токаро Томи, я не знаю, что вам нравится. Но оба соперника достойны, оба соперника сильны. Давайте-ка мы сейчас быстренько посмотрим на их детальки. Значит, у нас тут диск 0. Улетел от оригинального спригана Реквиума, это хорошо, это интересно. Дальше у нас идет сприган вот такой, причем они вращаются в разную сторону, этот влево, этот вправо, вот поэтому интересный будет бой. И у нас детали Гайст Фафнир Драйвер и диск вот такой вот от Ледженд Сприган, на минуточку. Вот, я думаю, это будет классный бой, будет очень хороший. Идем дальше. У нас командные поединки. Прошел праздник Бэйблэйда Командное Безумие. Там определились, там была турнирная таблица, кто не видел, рассказываю. И у нас, соответственно, определились 2, 2 команды, которые будут сегодня на Бэйблэйд Слэме уже буквально через несколько минут, 20-30 баттлить за право называться командными чемпионами. Команды подобрались у нас интересные. У нас одна команда от Акаро Томи, одна команда от Подделок. Причем, по-моему, вот это Флейм, а вот это вот я, по-моему, вообще не знаю, какая команда. Абсолютно рандомно у нас была битва. Настя выбирала, кто не посмотрел еще ролик, пожалуйста, гляньте. И Командное Безумие. Экстремальные правила. Королевская битва, чтобы вообще понимать, о чем мы здесь говорим, да. Короче, команды были разные. Были и Акаро Томи, были и Флейм с Флейм, были и Акаро Томи с Флейм, были и Акаро Томи с Флейм, были и маленькие с большими. Было очень интересно. В принципе, 2 команды, вот эти вот у нас подобрались. Итак, у нас из одного рандом-бустера Сприган, вот такой вот Богомут Сприган, я бы сказал, с крутейшим, потрясающим драйвером. И вот такой парнишка, то есть, который с драйвером от Арчер Геркулеса. Сильнейшая команда. Я, честно признаться, думаю, они чемпионами закрепятся надолго. Я прям сегодня делаю ставку на них. Потому что здесь Кирбеус не совсем тянет. И, по сути, все битвы на командном безумии выиграл вот данный Белил. Вообще удивительно было, что он там выиграл. Но вот так у нас получилось. Поэтому фиг знает. Если титул достанется вот этим двум, я, конечно, максимально расстроюсь. Я обрадуюсь, если достанется вот этим. Но, опять же таки, я за то, чтобы у нас было равноправие, чтобы у нас были и Акаро Томи чемпионы, и Флейм чемпионы. Вот такая вот история. Идем дальше. Дальше. Что у нас дальше по графику? Дальше по графику у нас... Так, что у нас дальше? А, короче, дальше по графику у нас бой Феникса. Потому что Феникс немножко расстроился тем, что вы его, так сказать... Как бы мы его... Как правильно произведется? Бойцы Бейблейды его слили. Да, как бы он такой... Че такое? Я не хотел. Я сегодня должен, как бы, добыть. Потому что, ну как иначе? Я же Ревайф Феникс. Очень сильно он обиделся. Поэтому сегодня мы посвящались нашей организации и дали ему бой. Но бой у него будет, на самом деле, непростой. У него сегодня будет тройной бой с каждым соперником. Соперник у него сегодня... Вот такая вот прекрасная Валькирия. Дальше. Соперник у него сегодня Дилан Беллиал. И соперник у него сегодня Дриггер. Концепция какова? Если сегодня на Бейблейд Слэйме наш Ревайф Феникс одолеет данных трех соперников... Данных трех соперников... То он автоматически может претендовать на битву с сегодняшним чемпионом. Понимаете? Вот тот, кто выиграет сегодня в Мейн-Ивенте... Об этом поговорим чуть позже. Ревайф Феникс может претендовать на звание чемпиона. Вот такие у нас сегодня условия. То есть это не просто бой, как бы, такой, знаешь, типа... А у него еще есть подтекст. То, что он действительно может сказать, типа... Я хочу титул. И я вот хочу за него драться с чемпионом. Чемпион у нас будет, как бы, сегодня один в любом случае. Вот. Посмотрим, посмотрим, когда пройдет этот бой. Потому что интересно. Помимо того, более... Ну, мы поговорим попозже об этом. Но, короче, у проигравшего сегодняшний титул, у него будет все-таки реванш. Поэтому у чемпиона предстоит сразиться с, как бы... Либо чемпион сражается в реванше с тем, кто проиграл сегодня. А потом вот с этим, например, если выиграет, да. Либо, допустим, там, проигравший берет реванш, побеждает. И тогда он сражается уже с Фениксом. Вот такая вот интересная история. Друзья мои, поэтому тройной бой. Честно признаться, не знаю, одолеет ли Феникс троих. Вот как вы думаете. В комментариях напишите. Будет очень интересно почитать. Друзья мои, все, кто сейчас смотрит премьеру, всем огромное приветствие. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Праздник Бэйблэйда, Бэйблэйд Слэм уже стартут буквально через несколько минут. У нас сегодня будет еще бой Арчер Геркулес против Дрэйн Фафнер. Ребята, я, честно признаться, очень старался это сделать. Реально, у нас получилось очень крутые три шоу. Это и Королевская битва, и Экстремальные правила, и Командное безумие. И сегодня завершающий, да, как бы этот марафон Бэйблэйд Слэм. Если вам такой формат роликов зайдет, мы можем продолжать историю бесконечно. То есть, да, многие меня вот 4 года спрашивают. Причем сразу я открываю канал. Сразу первый комментарий. «Что ты будешь делать, когда Бэйблэйд закончится? Бультик закончится!» Я всегда говорил, что я буду снимать. Я всегда это говорил, что я буду снимать. Просто, как бы, ну, там, в зависимости от новинок, от моих перерывов, моих эмоциональных состояний. Потому что, честно признаться, я, ну, вот немножко выдохся и списался, да, соответственно. Поэтому у меня вот было, вот, первая половина года была такая, знаешь, нервы, не мясо. Я действительно отдыхал от Бэйблэйда, от турниров. Ну, правда, слушай, 4 года моей жизни на это дело ушло. Конечно, подустал. Мы сняли больше трех тысяч роликов. Это огромное количество. То есть, ну, пипец. Я уверен, что вы все не смотрели даже не то, что половину. Я думаю, даже процентов 20 вы, наверное, макс. И то это 20% посмотренных моих роликов. Это и то, это вообще прям мои самые верные, преданные фанаты. Вот они. Понимаете, да, вот тоже хотел поговорить сегодня о таких вещах, как вот меня постоянно, там, знаешь, критикуют, как-то там обзывают, там, как-то вот, что я не шарю, что я не туда-сюда. Но где эти люди, понимаешь? Эти люди, они такие, о, Бэйблэйд, буду снимать. О, большой блогер Бэйзон, пойду-ка я его обосру. Вот так они думают, понимаете? И все, они снимают. У них там что-то где-то надоело, там не получилось или что-то еще. Они сливаются. Чем приходили, непонятно. Я же, кто-то хайпанул на Бэйблэйде и ушел в другую тематику. Я не осуждаю. Вот, соответственно, поэтому я здесь с вами 4 года, мы распаковали все новинки. А, по Hasbro был комментарий, что, мол, типа, там, чувак просил меня снять Hasbro, другой чувак написал, что я даже 20% Hasbro не распаковал. Я там писал комментарий, но отвечу здесь еще раз, что я распаковал все Hasbro, что продавалось. Кроме там пара арен. Ну, это не считается. Вот, потому что Hasbro, во-первых, стоит очень дорого. Во-вторых, они плюс-минус все одинаковые. Да и в-третьих, их фиг найдешь. Сейчас, в принципе, на Озоне можно заказать Hasbro, но они реально стоят дорого. Плюс, друзья, важный момент, да, что вы не смотрите Hasbro. Вы смотрите Hasbro ровно столько же, сколько обычный мой ролик про все, что угодно. Плюс мне Hasbro спустя время не особо интересно. Но новинки вот сейчас, конечно, я бы снял, но они там стоят по 2 500, и там новинок много, у меня просто нет денег, в принципе, даже себе купить доширак. Поэтому, ребят, снимаю с последних сил, поэтому, ну, какой Hasbro вы, о чем вы вообще говорите. Вот, поэтому Hasbro прям, ну, нет, не хочу. Да и к тому же, я говорю, я распаковал много Hasbro, поэтому не знаю, какими к мне претензии. Вот, да, была какая-то у меня еще мысль. А, ну и вот, в общем, вот они критикуют мой канал, но, друзья мои, я здесь, я делаю лучшее шоу. А, смешной был комментарий, мы тут же делали премьеру, я там читал, там парень пишет. Тоже такой тупой комментарий. Байзон, а, типа, ты не пробовал снимать что-то еще? Ты не хотел бы снимать что-то еще? Камон, чувак, у меня есть три канала. Огромный канал с игрушками, на котором я снимаю акции, игрушки из Мак, когда они были игрушками, из Бургер Кинга, аппараты Хватайка, просто игрушки из детского мира. Кучу всего я там наснимал. Еще раз, мои флагманы, это акции, аппараты, да, то есть, огромное количество игрушек там было, там, там вышло. И мне говорят, ты не хотел бы, помимо там каких-то еще какие-то такие разнообразные ролики, там тоже, где мы ходим по магазинам, снимаем магазины. Ты не хотел бы снимать что-то еще? Дальше, у меня есть канал про конструкторы, где я, ну, раньше, сейчас уже как бы нет денег и нет лего, где я покупал наборы лего собирал, где я покупал подделки, где я ходил по магазинам лего, где я посещал лего-музей, где я собирал сам, да, по мере возможности что-то. Тоже канал на почти 300 тысяч подписчиков, там огромное количество миллионов просмотров, там куча роликов, вот. И, конечно же, я совершенно молчу. Ну, на самом деле, не все знают, но в феврале я открыл еще один канал, который я назвал ФАМ БАЗА. Да, этот канал, на котором по формату, то есть у меня есть канал с игрушками, но там, к сожалению, не все по формату проходит. То есть ролик собирает мало просмотров, а новые ролики, которые топовые, уже как бы люди не смотрят. Ну, так работают алгоритмы, я тут ничего поделать не могу. Вот, тем не менее, ничего поделать не могу с тем, что я снимаю не ради денег, не ради, там, лайков и подписок. Я снимаю, потому что, первое, мне это безумно нравится, то, что я снимаю. И плюс, я хочу порадовать вас. Вот такая у нас квинтэнсенция. Где-то наши интересы совпадают с вами, где-то наши интересы с вами не совпадают. Ну, так бывает. Поэтому я создал отдельный канал ФАМ БАЗА без, там, монетизации, без, там, рекламы, без всего такого. Просто вот то, что мне хочется снимать, я там снимаю. Более того, там вообще пипец. Там влоги из музеев, из каких-то прогулок, из каких-то крутых мест Питера и не только. Там показаны все магазины комиксов Питера и не только. Там огромное количество разных каких-то фигурок и там настолки, да, я люблю настолки. Кстати, собираюсь сейчас запускать свою настолку, ребята, на канале ФАМ БАЗА будет. Вот, то есть, да, там огромное количество контента про меня, про вот то, что я делаю. И мне человек говорит, ты не хотел бы снимать что-то еще. Ему там написал чувак то, что вообще-то у него есть там еще один канал, парень пишет. Не, ну я имею в виду, помимо Бэйблэйдов и игрушек. Друзья, вот 4 года реально снимаю для вас ролики и мне каждый раз вот пишут. Создай канал для Бравл Старса. Создай канал отдельно для Скрепыши. Создай канал отдельно для вот этого. Ребята, я не хочу миллиард каналов. У меня, ну, я бы с удовольствием, честно, снимал бы на одном канале. Уже давно дошли до миллиона подписчиков. Но, к сожалению, так работает, что я не могу снимать все на одном канале, потому что, ну, вот есть некоторые нюансы с точки зрения зрителей. То есть, я не на том уровне, чтобы люди такие смотрели каждое мое видео и всем оно нравилось. Нет, конечно. Но вообще, вот мои коллеги тоже. В нашем формате все-таки у каждого канала есть какая-то своя категория людей, которые смотрят. Вот тут смотрят Блэйды, там смотрят аппараты, там смотрят там комиксы и так далее. Вот. Плюс открывать дополнительные каналы, ради чего я не хочу открывать канал с Бравл Старсом. Мне Бравл Старс не нравится, я попробовал, поснимал. Ну, вот у нас коробку, правда, собрало, там больше миллионов просмотров. Но, как бы, все равно Бравл Старс абсолютно не моя тема. Бэйблэйд я снимаю, потому что мне нравится. Вот. А заняться чем-то еще? Ну, что мне, снимать технику? Я не фанат техники. Снимать шмотки, а не фанат шмоток. Снимать тачки, а не фанат тачек. Ну, типа, я снимаю то, что мне нравится. Искренне, не ради денег. У меня на фанбазе нет денег, но куча роликов я вкладывал, пока деньги были туда. Вот. Поэтому, вот такие дела. Друзья, ну что ж, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, что я думаю? Я думаю, настало время побаттлить. У нас сейчас бой будет Арчер Геркулес против Дрейн Фафнира. Прямо сейчас на ваших глазах этот легендарный эпохальный матч состоится. Понеслась. Итак, два наших пупсика. Арчер Геркулес и Дрейн Фафнир. Один влево, другой вправо. Два веселых брата. Довольно оба мощные, сильные соперники, причем из разных сезонов. Тем интереснее наблюдать будет за боем Дрейн Фафнира. Поиграем мы сегодня, я, кстати, не знаю, до скольки, я думаю, наверное, очков до пяти. Там как пойдет. Вот. Вот такое у нас сегодня открытие, друзья. Мы, пожалуйста, прошу вас в комментариях, я знаю, вы это делаете. Я читаю ваши мысли в премьере, да, в комментариях. Все, во-первых, приятно только что к нам присоединился. У нас пришел Бэйблэйс Фэм. Бэйблэйс Фэм уже через 15 минут. Прямо здесь не переключаемся. Фишка в том, что вы в комментариях обычно пишите, мол, посражай этого с этим, сделай сборки. Друзья, это премьера. Видео записано неделю назад. Ну, примерно неделю. Поэтому, пожалуйста, не пишите такие глупости. Просто наслаждайтесь роликом и пишите, как вам бой и так далее. 1-0 зарабатывает у нас Дрэйн Фафнер. На самом деле... Ну, нет, 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 нет! На самом деле у нас у Арчера Геркулеса не совсем его... Это вообще даже, по-моему, не из Бэйблэйс или что это вообще такое. У него не совсем родной драйвер. То есть драйвер-то у него другой, поэтому... О, кстати, был комментарий. Что-то я как-то не в ту степь пошел. Ну, был комментарий, друзья мои, что... Что... По поводу королевской битвы. Что это за королевская битва до одного очка? Типа, а когда ничья, оба скипаются. Что это такое, типа, за фигня? Я ему написал, что, чувак, если будем каждый биться с каждым до двух и переигрывать все ничьи, будем ролик писать неделю. Поэтому вот такие придуманы жесткие правила. При этом в главных событиях, в мейн-эвентах и так далее, вот сегодня Бэйблэйс Слейм у нас сегодня до, ну, большого количества очков. Пока у нас побеждает 2-0 по Фнир, я думаю, что так, в принципе, пойдет и дальше, потому что, ну, Геркулес, мне кажется, что-то драйвер у него не совсем правильный. Вот. Я почему-то думал, когда выбирал это шоу, вот этот бой на при-шоу, я надеялся на Геркулеса, но нет. Хотя, хотя у нас ничья, друзья мои, вот сейчас ничья переигрывается, 2-0 по-прежнему остается счет. Поэтому, ну, как бы вот. А в рандом-битве, повторяюсь, я могу играть до 2-х очков, но тогда это будет несколько боев на 15 минут. Почему на 15 минут? Потому что больше вы все равно не посмотрите. Понимаешь, у меня удержание 3 минуты. Нафига мне снимать полчаса и миллиард раз переигрывать? Я, во-первых, устану, во-вторых, морально выговорю, поэтому зачем? Ну, вот и все. Во-вторых, лечка есть. Все-таки Бэйблэйс Слейм. 3-0. Друзья мои, 3-0 одолевает Фафнир. Неплохо. Я даже начинаю думать, что Фафнир мог и открывать наше сегодняшнее шоу. То есть, вместо Спригана он мог биться со Сприганом. Вот такая фигня. Потому что Фафнир все-таки силен, силен. Я не мог сегодня Фафнира оставить неудел, потому что реально многие Фафниры любят, как и в том числе и я. Причем у меня до сих пор нету оригинального такаротоми Дрейн Фафнира. Прям вот это вообще прокол. Но что поделать, друзья мои, как и нечего поделать Геркулесу, потому что счет будет 4-0 в пользу Дрейна Фафнира, друзья мои. Ну, вот что я могу сделать, да? Силен, силен. Ну, драйвер, видишь, какой здесь драйвер, конечно, такой. Ну, что, я думаю, финальный раунд. 4-0 счет за Дрейн Фафниром. Безумно, безумно начинает гонять Арчер Геркулес. Вообще непонятно, что он из себя представляет, что он хочет, зачем это нужно, почему он так пока... Он красуется или что? Братан Геркулес, все. Это твой последний шанс. Хватит выпендриваться. Покажи людям хороший матч, иначе... Ну, что это за ерунда такая? Нет, друзья мои. Мне кажется, он не... Не победит. Хотя... Может, ничья? Нет, Фафнир 5-0, друзья мои. Вот такое у нас сегодня было при-шоу, друзья мои. Бейблэйд Слэм уже практически буквально через 10 минут. Переключаемся обратно на диалог. Ну что, ребятки, как вам понравился данный бой Арчер Геркулес против Дрейн Фафнира? Ну, вот такое мы должны были вас порадовать сегодня каким-то боем. В принципе, на при-шоу должны быть бои, иначе просто болтовня не совсем сильно интересна. Поэтому мы остановились на том, что у нас сегодня... Ну, я вам рассказал про три будущих матча сегодня. Далее, матч за титул. Очередной матч за титул, который у нас сегодня состоится. Это будет матч какой, который правильно вы написали в комментариях. Там, на самом деле, было очень много комментариев разнообразно по поводу, какие титулы ввести и так далее. Был даже комментарий, титул слабейший у Бейблэйда. Но, как бы, я такое, как я это сделаю, это слишком долго. Наверное, не в этот раз, но, может быть, когда-нибудь я сделаю. Вот. Но, из комментариев я подумал, почему мне не пишут это в голову самому. Это будет трипл трейд матч. Матч тройной угрозы. То есть, тройной матч. Три соперника. А именно, вот эти три волчка. У нас тут Ксифот Скалибур, Чайен Кирбеус и Гатлинг Дрэгон. А драться эти малыши будут за титул чемпиона Такара Томми. Понимаете, друзья, потом, потом, впоследствии мы введем титул подделок. У нас, то есть, будет, получается, у нас уже четыре титула. У нас титул чемпиона вообще Бейблэйдов. Он, может быть, и Флейм, и Такара Томми, и так далее. Любой фирмы вообще командные чемпионы. Соответственно, титул Такара Томми чемпион. И чемпион, соответственно, подделок. Вот такой у нас сегодня будет матч тройной угрозы. Это будет интересно. Потому что я, честно признаться, думал, что у нас сегодня в Майн-Ивенте будет либо Гатлинг Дрэгон, либо Чайен Кирбеус. Но получилось, как получилось. То есть, вы знаете, какой у нас сегодня будет Майн-Ивент. Вот. Далее, далее, соответственно, еще у нас сегодня назначена интересная история. У нас сегодня будет матч. Не матч, вернее. В общем, сейчас я вам объясню концепцию. Значит, сейчас, секунду. В Элд Вэйврон, вот он. Понятно дело, что он ничего не выиграет. Понятно дело, что он ничего не победит никого сегодня. Но! Именно в стандартном бою. Но! Он, малыш из первого сезона, друзья мои, кинул вызову Чайна Роктавору. И знаете, какая у них будет битва? У них будет битва на время. Кто дольше перекружится? Вы представляете? Этот малыш из сезона такой, типа, я залезу в Бэйблэй Слэм. Это мой последний шанс. Мой там брат из Брат Сан-Сити открывал вообще этот канал. Я обязан быть в Бэйблэй Слэме. И я такой, типа, ну, хочешь, будешь. Вот. Думаю, это будет очень интересный матч сегодня. Потому что, ну, прикольно, на самом деле. Первый шестой сезон. И такая развлекаловка для вас. Немножко мы отдохнем от битв. Матч на время такой, знаешь. Кто дольше прокружится? Матч будет не одновременный. Матч будет по очереди. Потому что, ну, как бы, как бы, как бы, как бы одновременно. Это надо как бы взаим все-таки запускать, чтобы было честно. А так мы поодиночке их запустим и посмотрим. Вот такие сегодня матчи. Ну и, конечно же, в майн-авейте сегодняшнего дня. Вечер у кого-то, ночь у кого-то. Завтрак, обеда, ужина или полдника. Или ночной прием пищи у кого-то. У нас сегодня сойдутся два волчка. Один волчок. Первый претендент. Проминенс Валкири. От компании Flames. Драйвером Атомик. Пу-пу-пу-пум. И его соперник. Динамит Керберс. Я его называю Красный Торнава Дидити. Вот такая у нас сегодня будет битва в финале нашего сегодняшнего Бэйблэйд Слэма. Кто-то из них уже сегодня станет нашим новым чемпионом. Вернее, не новым чемпионом, а первым чемпионом в истории нашего канала. Именно чемпион Бэйблэйда. Безумно интересно. Абсолютно не знаю, кто это может быть. Как вы думаете, кто этот будет чемпион? В комментариях, пожалуйста, напишите. Безумно интересно почитать. Потому что уже сейчас вы можете угадать вообще хотя бы одного победителя сегодняшней Бэйблэйд Слэма. Потому что реально битв у нас. Пять полноценных битв. И, соответственно, у нас еще сегодня битва на время. Да, битва на время и пять полноценных битв. Командный титул. Титул Токаратоми разыгрывается. Просто будет Спригенов открывающих шоу. Потому что Спригенов я люблю. И поэтому, ну, никак без них не обойтись. Я прям максимально постарался. То есть мы реально для вас, я вот для вас сделал эту крутую приколюку. Надеюсь, вы глянете все. То есть, понимаешь, если ты максимально любишь Бэйблэйд так же сильно, как и я. И тебе скучно, смотреть нечего. Потому что мультика нету. Других каналов про Бэйблэйд тоже нету. Да, там есть какие-то каналы. Но они выпускают ролики раз в год. И как бы скучно, неинтересно. Вот. Веселого, развлекательного жанра, как у меня, больше нету. Поэтому, ребята, реально, мне многие пишут, выпускают ролики. По части, вот смотри, у вас есть потрясающая, уникальная возможность. Все эти ролики будут в отдельном плейлисте. Первый ролик, думаю, королевская битва. Второй ролик, экстремальные правила. Третий ролик, командное безумие. И четвертый ролик, Бэйблэйд Слэм. Потрясающая тема, это круто. Плюс мое пришоу, да, плюс там еще Настя была. Это супер. Это войдет в историю 100%. Это наравне с батлнексом в моем канале, наравне с турниром шаманов, наравне даже с эпохальной рандом битвой и королевской битвой, которые были у меня до, там, ну, какое-то время назад, по началу канала. То есть, да, и вот это шоу, которое я для вас сделал, ну, я считаю, достойно лайка, уважения и подписки, да. То есть, еще раз, вы можете меня видеть, как и беспокоишь, меня не любят, да нет. Вы можете меня не любить с точки зрения какой-то информативности, но, чуваки, я тут не за этим. Я здесь не для того, мы не в школе. Это вот в школе учителя. Знаешь, мне кажется, у тех людей, которые постоянно пытаются кого-то чему-то научить, синдром учителя. То есть, я ненавидел школу, я ненавидел всех учителей, я не хочу сам учиться, никого учить. Я хочу развлекаться сам и развлекать, в первую очередь, вас. И если вам нравится учиться, идите туда, где душнилы перелопачивают всю историю Токаратоми, вот вам туда, как бы, да. Здесь настоящие пацаны, настоящие блейдеры, красавчики, которые реально заслуживают моего уважения, общего почтения, потому что вы здесь, и мы развлекаемся. Давайте так, бейблейд это просто развлекалово, то есть, типа, не нужно вкладывать глубокий смысл в эти волчки. Это просто веселые, яркие, крутые, классные штуки. Понятное дело, что, если ты их продаешь, ты говоришь так, что это, во-первых, игра для, как бы, для, как, я забыл, там была такая прекрасная фраза, что она способствует сближению. То есть, мне часто рассказывают истории, что, вот, мой сын в школе ни с кем не дружил, ни с кем не играл, вот, мы купили ему бейблейды, и он стал, ну, как бы, дружить с одноклассниками. Это безумно круто. Второе, развивает мелкую моторику, да, пойди, собери. Третье, развивает воображение, пойди, собери крутую сборку и крутые, там, какой-нибудь, это, цвет и так далее, да, то есть, соответственно, весьма интересная, крутая, классная игра. Но в первую, в первую очередь, все-таки это развлекалово, развлекалово для нас с вами, да, и я даю вам формат контента, потому что, ну, опять же, зарубежные каналы я вот не смотрю, потому что никто не знает языка, да, поэтому, ну, как бы, о чем мне там смотреть? Распаковки и так есть у меня на канале, соответственно, главный канал, так, Артоми, который вот они там анонсируют, волчки, ну, тоже я, как бы, так иногда поглядывал раньше, но мне интереснее уже распаковывать волчок самому, поэтому в этом тоже, как бы, я смысла не вижу. Что смотреть? Смотреть меня. Бейблейд Слэм. Батя Байзон вернулся. Так странно, у меня за последние три месяца вышла гора просто роликов, даже за последние полгода гора распаковок, гора роликов, люди пишут, о, Бейзон, там, посмотрел какой-то ролик там, вот, из новых, вот, из этих, из последних. О, ты вернулся, где ты был год. В смысле, где? Я был здесь, я никуда не ухожу, я здесь, ребята, просто был перерыв, во время которого, кстати, какие-то ролики тут выходили, плюс выходили ролики на других моих каналах, то есть я стабильно снимаю четыре года, every day буквально для вас. Вот такие дела, поэтому такая классная штука, как Бейблейд Слэм, должна проходить. Ну что ж, друзья, остается буквально у нас три минуты начала Бейблейд Слэма, давайте быстренько пробежимся еще раз по тому, что будет сегодня. Итак, первый бой. У нас два Спригана, которые сегодня откроют наше шоу, лево-право-сторонние. Дальше команды, титулы разыгрываются у нас Бакамут Спрайзен и Роктавор Валькирия, соответственно, да, сойдутся в битве, в поединке против Чаен Кирбеуса и Динамит Беллила. Вот такие у нас сегодня необычные баттлы, необычные командные поединки. Далее у нас сегодня Ревайф Феникс попробует победить троих вот этих персонажей, Валькирию, Беллила и Дриггера. Попробует их победить, и потом будет, возможно, у него будет шанс побороться за главный титул. Да, очень интересный матч, очень интересный бой. Так, подожди, это... Это, это, это... Да, 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 правильно. Дальше у нас тройной трипл-трет матч. У нас идет, получается, Ксифот, Скалибур, Чаен Кирбеуса и Гатлин Раган. Сегодня сойдутся за титул чемпиона Токара Томи. Ну, я выбрал этих троих, потому что больше там Токара Томи, чтобы выбрать Негайского. Поэтому пока, пока вот они. Конечно же, эпокальное событие битвы на время Вайлд Вайберона и, соответственно, Чаен Рактаора. Ну, это вообще пуля. Пуля просто, друзья мои. Ну, вот. Ну, и в Майн Эвенте сегодняшнего дня вечера у кого-то ночи у нас сойдутся Проминенс Валкрия против Дайномит Кирбеуса. Па-па-па-па. Ребята, это будет очень круто, я вам гарантирую. Более того, более того, помимо этого, сегодня мы уже видели бой Арчера Геркулеса и Дрейна Пафнира. Друзья мои, ну что, вот такое у нас было при-шоу, такой вот такой своеобразный анонс. Поболтали сами, друзья. Всем привет, кто в чате. Друзья мои, я вам сейчас сразу скажу, да, не расходимся. Сейчас шоу будет сразу после этого в этой болтовни. Будет полноценное, огромное шоу, поэтому не расходимся. Не переключаем ролик. Это будет в этом ролике буквально прямо вот уже сейчас уже вот начнется. Я уже прям не могу. Остается буквально несколько секундочек, да, я как будто жду этого, как Новый год. Несколько секундочек остается, и мы начнем. Начнем наше легендарное событие Бейблейд Слэм. Огромное спасибо всем, кто присоединяется к нам на премьер. Ребята, это будет сумасшедшее новое шоу. Такого еще не было. А огромное спасибо всем, что были сегодня здесь. Что вы сегодня здесь есть. То есть, не уходим, не уходи, друзья, не уходим. Шоу продолжается, оно начнется буквально уже вот-вот прямо секундочки, считанные секундочки остаются до начала нашего легендарного шоу. Итак, вы готовы, дети? Так, точечный гендарн. Три, два, один, понесла! Привет, друзья! Подписчики мои! Я рад приветствовать вас на шоу Бейблейд Слэм! Поприветствуем, поприветствуем, поприветствуем! Вот такая была музыкальная композиция вам в подарок от меня, которая открывает наше сегодняшнее шоу Бейблейд Слэм! Друзья мои, те, кто присоединяется к нам в чате на премьеру, огромного спасибо! Вы все крутые красавчики, всем передаю привет! А у нас первое событие в истории Бейблейд Слэма, мы ждали этого целую неделю, поэтому у нас сегодня кто будет баттить первый? Сприган Рэквием против Сприган Рэквиема! Вот они, два наших участника, которые уже пришли к нам, уже готовы побаттить! Ну что ж, я предлагаю больше времени терять, и так уже неделя прошла, поэтому первый раунд, друзья, мы приготовились! У нас первый раунд, мы играем до пяти побед, ну, до пяти очков, вернее. Итак, три, два, один! А у меня отваливается Бейблейд Слэм, спускалки, а почему ты отваливаешь из спускалки? Вот, вот сразу нам портит шоу, но, я не понимаю, почему? А, стоп! Нет, стоп, это я все перепутал, я перепутал, кто влево, кто вправо, все, ребята, прошу прощения за техническую заминку, ну, слушай, Диснейленд тоже не впереди открылся, погнали! А, он все равно отваливается. А почему? А в смысле? А, ничего страшного! Полетели! Итак, первый раунд, друзья мои, вот такая у нас сегодня странная заминка, странная начало у нас с нашего сегодняшнего блэклэклэма, но выбивание стринга от оригинального волчка от компании Такара Томми. Немножко мне сложно быстро собираться, кто из них в какую сторону вращается, волчки-то одинаковые, один еще плохо запускается. Погнали! Ого, с трещоточкой! О, это был отличный запуск. Наверное, я буду запускать все-таки с другой пускалки. Как же мне интересно проводить трипл трэйс-матч сегодня? Не знаю, не знаю, не знаю, друзья, мы и так пока 1-0 за оригинальным. Ну-ка, скину-ка, скину-ка, и так, опасно. А у нас 2-0 в пользу вот этого прекрасного красавчика Спригана Реквиемо. И так, у нас второй раунд. Неужели повторение того, что было на пресс-шоу, друзья, мы не можем такого... Да, вот что ты будешь делать, а? Не может такого быть! Третий раунд. Погнали! Бэйглейд Слэм! Да, друзья мои, посмотри, что произошло. Выбивание за пределы ринга и нашего с вами понимания. 3-0 в пользу оригинального Спригана. Но не знаю, честно признаться, я ожидал большего от Спригана от СБ, учитывая, что он стоит на защите. Давайте поставим ему выносливость, я думаю, так будет правильно, справедливо, объективно, и как бы вот, посмотрим уже нормальный поединок. Погнали! Возможно, на выносливости он будет вращаться лучше, да и бой будет повеселее, поинтереснее. Но пока счет 3-0, и с этим уже ничего не поделаешь. В принципе, у Спригана СБ есть шанс победить сегодня, но вот, честно признаться, даже не знаю, но Бэйбл и Слэм в самом разгаре. Ребята, всем привет, кто в премьере в чате у нас сейчас сидит. Я там тоже есть, поэтому привет и мне заодно. Друзья мои, 4-0, да, абсолютное повторение того, что было у нас сегодня на нашем прешоу. Ну, не знаю, ну, давай тогда последний раз на атаку поставим, возможно, он сейчас его прям расфигарит по рингу, я не знаю, чем сейчас кончится дело, возможно, будет что-то очень сверхэпичное, а, возможно, ничего не будет. Погнали! Ого, Сприган там, ооо, все, да, все, да, это конец, это конец. Ребята, честно признаться, я не этого хотел, я не этого ждал, я думал, у нас сегодня будет четкое шоу с классными поединками, но пока у нас вот такой первый матч прошел, кто в комментариях писал, что победит оригинальный Сприган, тот молодец, этот Сприган отправляется реально в утиль, он бесполезный, я даже думаю, что от СБ его брать не стоит, потому что толку нету. Возможно, тут сыграло то, что он все-таки на драйвере от Гайста, но он и выбрасывал, он и перекруживал, да, бёрста не было, но тем не менее, в принципе, в принципе, достойный бой для данного Спригана, но отстойный бой для Спригана от СБ, вот я даже, честно признаться, не знаю, что делать, но я знаю, что у нас будет дальше, следующий бой, у нас командные поединки, друзья мои, командные, за титул называться лучшим командным бейблейдом. Итак, два соперника у нас Богомут Сприга и Роктавор Валькирия в левом углу нашей арены круглой, и, соответственно, в правом углу ринга любимые волчки Насте это Чайн Кирбеус и Дайномайт Берел с безумно странным кринжовым драйвером. Всё, я думаю, можно начинать, я думаю, что вы прямо сейчас можете написать, как дело кончится по вашему мнению, я пока не знаю, как это будет, но погнали, что у нас первый раунд, первый раунд у нас Сприган идёт, конечно, Сприган, куда без него, против Кирбеус, да, вот такой бой, против Кирбеуса Сприган у нас влетает в ринг и понеслась чопа. Сприган, о, но мне кажется, до свидания, мне кажется, у Кирбеуса абсолютно нету ни единого шанса, потому что, ну, с другой стороны, они достаточно оба сильные, огромные и мощные волчки, то есть, посмотри, они прям вращаются очень круто, они дерутся, они баттлят, как в последний раз, спокойный, тихий бой, никто особо уступать не хочет, в принципе, в принципе нормис, 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 но вот такие у нас сегодня команды, вот такая вот судьба, перс судьбы выпал у нас сегодня на Бэйблэйдстэм, хотя, я смотрю, Сприган немножко позиции-то подсадает, неужели, я не поверю, нет, этого не может быть, этого не может быть просто, да, Сприган зарабатывает своей команде одно очко, получается, следующий у нас бой про Белел, Белел, как бы да, если он запустится, конечно, сегодня против, против Валькири, уж не знаю, чем кончится, опа, чем кончится дело, прокол, но у нас бой за о боги, да, что-то, друзья мои, Бэйблэйдстэм сегодня и пошел куда-то не в ту сторону, я честно, я отказываюсь понимать, почему он не хочется запускаться, поэтому я буду запускать его первым, если так пойдет и дальше, то это тупо дисквалификация, потому что это Настя очень болела за данный Бэйблэйд, но я не хочу даже вообще играть, мне он бесит, он отвратительный, возможно, он бесит так же и вас сильно, как меня, поэтому перезапуск, вот смотри, вот он даже не держится на пускалке, я не понимаю, в чем дело, я вообще хочу его куда-нибудь будет реально посмотреть, я его уволю, я его уволю из компании, из нашей, это неправильный волчок, он абсолютно не достоин сегодня здесь быть, может быть, нам его заменить, но тогда он расстроится и точно придет мне мстить, а так не пойдет, вот, уж и не знаю, друзья мои, чем кончится дело, вот это будет, конечно, поворот, не туда, итак, пока счет 1-0 в пользу команды вот этой, и счет становится 2-0, 2-0, смотри, данный парень остается, я даже возьму какую-нибудь другую пускалку, попробую с нее запустить, слушай, ну мы прям вообще не держимся, и давай-ка мы возьмем спригана, вот так мы побаттлим, сейчас следующий раунд будет вот такой, сприган первый, и небольшой, о, вот этой пускалке запускается отлично, может быть, в принципе, все и норм, а пока счет 2-0, абсолютно не знаю, чем кончится дело, но знаю точно, что следующий раунд будет сприган против тербенца, вот это я знаю на 100%, я в этом прям уверен, вот, поэтому, пока 2-0, вот такое у нас сегодня командное чемпионство, ну, что поделать, всякое бывает, Бэйблэйд Слэм, саморазгаре, только второй бой у нас идет, поэт второй, ну, вот бой, да, друзья, глазам не верю, у нас счет 2-1, 2-1, это неправильно, поэтому будем биться, как я обещал, Кирбеус, я почему-то думал, что будет 3-1, а сейчас будет бой за четвертое очко, но, 2-1, это Бэйблэйд Слэм, тут может быть все, что угодно, поэтому, полетели дальше, Опа, Кирбеус, Кирбеус, так, счет 2-1, ух, не знаю, не знаю, знаете, мне завещало, чтобы я бился до конца динамитом Белелом, а Кирбеуса продержал напоследок, но, пока счет 2-1, не знаю, может быть, сейчас Кирбеус победит, удивительно, что данный Белел перекруживает сприганно, да, у него там была фора небольшая, но, слушай, это Бэйблэйд Слэм, тут все законно, поэтому, даже не знаю, чем прям, сейчас бой закончится, прям удивительно, ну-ка, счет 3-1, 3-1 у нас счет, поэтому остается данный Перст на арене, и у нас, следующий бой, он против Белелла, 3-1 на данный момент у нас счет, кто считает, тот молодец, потом в комментариях напишите, где я обшибся, но там не хочет, и слушай, ну это прям издевательство надо мной, реально, Настя, ну выиграли, они выиграли честно, в принципе, ладно, просто Настя выбирать не должна была его изначально, поэтому, счет у нас 3-1, Динамит Белелл, показывает себя достаточно достойно, пока 3-1, не знаю, абсолютно еще 2 очка, может и Берсту произойти, может быть все, что угодно, он же выиграл по поводу Берсту, путем Берсту, но не знаю, 2-1, 3-1 счет, господи, что я говорю, 3-1, и я думаю, будет, да, друзья мои, 4-1 счет, ну что ж, тогда он остается, потому что Настя так хотела, он остается, битва, биться с Золотым Волчком, еще раз такой, своеобразный матч-реванш, между ними, и так, 4-1 счет, ой, я чихаю, прошу прощения, я немножко приболел, походил тут, короче, за одним делом, ой, 4-1, да, походил тут в одно место, под дождем, и вот приболел чутка, но все равно, мы снимаем Бэблэд, я не буду никогда жаловаться, зная, что вот, нет, у нас Бэблэд Слэм, счет 4-1, вот, поэтому, кто знает, что будет дальше, кто знает, я не знаю, пока 4-1, пока хорошо идем, 4-2 счет, да, 4-2 счет, и честно признаться, даже не знаю, что сейчас делать, потому что, ну, смотрите, объективно, Сприган одолеет этого, поэтому давайте, наверное, оставим Бэлиало, как просила Настя, и сразим Бэлиало с, с вот этим вот, я думаю, это будет правильно, правильно, в данном этапе нашей битвы, это будет, ну, правильно, что ли, 4-2 счет, я думаю, это финальный раунд, не знаю, как вам бой, как вам вообще, друзья, мы в чате, кто сейчас сидит, как вам вообще, Бэй Блэй Слэм, мы уже пишем больше 40 минут, шоу будет минимум на час, там как пойдет, поэтому не расходимся, полчаса у нас есть точно еще, поэтому, кто в чате, пишите комментарии, вот, да, 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 4-2, все, я думаю, это достойная победа, абсолютно объективно, абсолютно честно, с этим волчком, я вообще прощаюсь, он уволен, и никогда больше вы его не увидите, а наших новых командных чемпионов, вернее, первых командных, блин, это так сложно, первый раз, они как бы все первые, а не новые, но в следующий раз уже будут новые, возможно, командные чемпионы, Сприган и Валькирия, слушай, ну интересно, пока идем хорошо, у нас еще 4 матча на сегодня заявлено, поэтому, прям сейчас лайк поставим, и комментарий напишем, красавчики, молодцы, поздравляем, поздравляем, я истинный экран, следующий, следующий у нас акт нашего балета, очень интересный бой, у нас Феникс, обозленный на жизнь, будет биться против троих, вот этих вот, прекрасных волчков, до двух побед, да, понеслась, поэтому, в принципе, ему надо выиграть всех, хотя бы до двух очков, если он не выигрывает, то, ну, что, бой просто прекращается, да и все, вот и все, такой есть формат, Феникс, первый раунд, мы, в принципе, все обсудили на кик-оффе, все, ого, было сейчас опасно, если бы тут была дырка, Феникс бы проиграл, оооо, берсту, 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 дамы и господа, я глазам не верю, Феникса просто выбили с ринга, Валькирия его уничтожила, вот и все, вот и конец Фениксу, берсту, мало того выбивания с ринга, берсту, 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 да и Валькирия перекруживается, ничего себе, давайте так, чтобы не срывать такой прекрасный бой, дадим Валькирии шанс, она почти разобралась, дадим ей шанс, друзья мои, дадим ей шанс, и пускай она сразится с оставшимися соперниками, если она их выиграет, то она будет биться за титул уже, ничего себе, но чудно, полетели, первый соперник, Дивайн Верия, опа, Валькирия обрывается в ринг, сейчас что-то будет, Фаввэ, Феникс, конечно, это потеря, потеря, да и фиг с ним, нечего было бы пендриваться, Феникс, отстой, по-по-по-по, мне нужна такая дуделка, знаешь, я дудил в нее, а у нас бой, Валькирия против Дивана Белия, 1-0, 1-0, пока зарабатывает Диван Белия, ничего это пока еще не значит, он еще может сегодня одолеть ее, ой, вернее, Валькирия может его одолеть, 1-0, в принципе, такое достаточно агрессивное начало, ничего страшного не случилось, поэтому, ребята, не переживайте, и не переключайтесь, опа, 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 опасно, так, у Белия явные проблемы, мне кажется, будет счет 1-1, да, друзья мои, счет 1-1, ничего себе, и так, у нас, а, подожди, мы играем до, до Скокеска, до двух побед, да, 1-1 счет, а, друзья мои, вы посмотрите, что случилось, одновременно выбивание с ринга, друзья мои, но, а, не сюда, Валькирия, но Белия сокрушился в конце, было бы эпично, если бы Дриггер сюда взорвался, вы или Валькирия, Дриггер сокрушился, конечно, это было не совсем честно, но я считаю, что Валькирия показала себя достойно, и она молодец, блин, как классно в арену, да, они прям выдели одновременно, слушай, какой у нас сегодня, пока что, пока что, этот лучший матч за сегодняшний Вебблый Слэм, мне прямо он очень нравится, ну и Дриггер, финальный босс, финальный бой для Валькирии, если она его одолеет, то она будет питься за титул чемпионата, опа, у меня пускалка сломалась, прикинь, вот прикинь пускалка, у меня, кстати, предыдущая, по-моему, тоже сломана таким же вот путем, очень быстро они ломаются, во, сейчас хорошо, а я что, должен угадывать, когда плохо, выбивание с ринга от Дриггера, друзья мои, если Дриггер побежит Валькирию, то Дриггеру не достается право биться за титул, хотя, конечно, хотелось бы, хотелось бы, но, это Бэйблэйт Слэм, опять же таки, правила придумал не я, да ладно, я, но, поблажек мы никому никаких не делаем, просто я бой продолжу, чтобы, ну, Феникс слишком быстро выскочил, погнали, вперёд, дальше у нас ещё трипл трэд матч, матч на время, и, соответственно, майн-эвент, поэтому не переключаемся, ребята, Бэйблэйт Слэм, в самом разгаре, так, пока он на счёт 1-0, в пользу Дриггера, но выбивание с ринга, видишь, Валькирия слаба на выбивание с ринга, она вроде может взорвать, может перекружить, но, я думаю, что Дриггер, да, Дриггер хорош, Дриггер хорош, Дриггер побеждает у нас сегодня, наш такой тройной импровизированный матч, но, к сожалению, он не сможет, побаттлить за главный титул, потому что он выиграл только одну Валькирию, переигрывайте, давайте ему право, не право, а шанс сейчас биться с вот этими двумя волчками, уберём-ка мы их детальки, я, наверное, не буду, Дриггер просто молодец, Дриггеру я ставлю лайк, он действительно заслужил, ну и Валькирия была сегодня неплоха, но, видишь, раз она слила Дриггеру, то, я думаю, она и в финале, ну, она и сольёт потом бой за титул, так что, спасибо им за сегодняшние баттлы, друзья мои, а мы продолжаем, мы двигаемся дальше, у нас сейчас тройной матч, матч тройной угрозы, это Кирбеус, Кскалибур, и вот он, честно признаться, не знаю, как это буду запускать я сейчас, но вообще, по правилам тройного матча, должны запускаться они одновременно, но у меня пускалки слабенькие, и не знаю, смогу ли я сейчас резко всех запустить, но попробуем, а там, я думаю, как пойдёт, давай, начинать, погнали, мы, в принципе, на при-шоу, поговорили, а потом, выживание с ринга, да, считалось, законно, драконы, я думаю, опа, опа, опасно, да ты успокойся, всё ты проиграл, 1-0, друзья, одно очко, достается у нас, темп по 100 дракону, да, две пускалки у меня прохрустили, запустились они, сумасшедшим хрустом, я даже, признаться, не понял, что сейчас произошло, но вот такие тройные матчи, они, в принципе, все считаются, все, опа, что такое с камерой, они, в принципе, все считались, все были законны, ничего страшного, у нас ещё есть время, ещё есть пару битв, поэтому погнали, опа, Кирбеус, дракон, Скалибур, ого, воевание с ринга, друзья мои, для Скалибура, я думаю, это конец, да, смотри, посмотри, что происходит, и дракон, соответственно, тоже побеждает второй раз, честно признаться, если бы у нас сегодня был матч по стандартным правилам, ну, типа, один на один, я думаю, дракон бы так и так их перекружил, и к Скалибру уж точно, и Кирбеуса уж подавно, Кирбеус, к сожалению, оказался очень слабым волчком, поэтому, ещё раунд, дракон, гатлин, ой, гатлинг, тройной матч, тройной матч, отлично, ого, Кирбеус пошёл отсюда, да, третье очко зарабатывает гатлиндрагон, гатлиндрагон держит удар отлично, тройные бои, не, я понял, только что, нифига не нравится, возможно, поменьше волчки были бы, или, допустим, пускалки другие, тогда да, а так, три очка за темпистом драконом у нас сегодня, ну, мы должны это закончить, я уже это анонсировал, трипл трэд матч, он должен быть тройным, потому что без этого смысла нету, при этом, при том, я запускаю дракона всегда первым, плюс-минус, поэтому, ну, тройной бой, тройной бой, тройной бой, ого, да, да всё, да всё, 4-0, 4-0, друзья мои, ну, 4-0, я думаю, что, ну, смысла дальше продолжать нету, гатлиндрагон просто раскатывает своих соперников, в тройном матче, конечно, есть изюминка, но, к сожалению, ну, как бы, не сегодня, не для, ещё раз, запускаю первым, да, последний раунд, я думаю, ну, или предпоследний, в любом случае, тройной бой, тройной бой, запустился у нас, ага, опа, выбивание, да всё, всё, друзья мои, всё, и титул, нашего, прекрасного, Бейблэйд Слэма, и титул, чемпиона, среди, такара, Томи, достается, нашему, легендарному, прекрасному, эпическому, гатлинг, драгону, но, если вам в её зайдёт, то, совсем скоро, ему предстоит, защищает свой титул против других волчков на Каратоме, вернее, мы сначала устроим битву за, за тот, кто будет драться с ним, а потом он будет защищаться, это будет феерия, просто сумасшедшее безумие, друзья мои, ну что ж, у нас начинается веселье в самом разгаре, у нас бой на время, у нас Вайлд Вайбран против Чайна Роктавора на время, погнали, итак, друзья, таймер уже готов, вот он лежит, уже совсем скоро он запускается, и, ну что, первый соперник, вызывавший на бой, Вайлд Вайбран, и, нажимаю старт, как только волчок касается ринга, я думаю, это будет честно, три, два, один, а, да, друзья, как вы думаете, сколько прокрутится Вайлд Вайбран, в комментариях напишите, итак, три, два, один, Бэйблейд, я врагнулся, накинем две секунды нашему Вайбрану, потому что я не мог нажать на кнопку, интересный бой, интересный формат, такая чисто развлекалова, я в принципе думаю его, я думал его одноразовым сделать, но я подумал, что можно и продолжить, мы наверное сыграем два раунда, вот, посмотрим, как время пойдет, как что получится, но в принципе в таком формате, действительно, у Вайлд Вайбрана есть шанс одолеть, он хотел, понимаешь, он хотел в Бэйблейд Слэм, буквально перед мейн-эвентом, мейн-эвент уже буквально через несколько минут у нас там сойдутся Проминенс Валкери против Тарнадиди! Посмотрим, посмотрим, вращается он уже у нас сколько, почти 40 секунд, да, уже наверное 40 секунд точно было, слушай, ну неплохо, Вайбран вообще, мне кажется, сдаваться не намерен, мы посмотрим, проведем ли мы второй раунд, потому что в зависимости от того, сколько прокрутится данный чувак, если разница будет 10 секунд, то проводить нет смысла, если, вернее, проведем, если будет в больше, чем 10 секунд, то смысла проводить точно нету, итак, Вайлд Вайрон в принципе не намерен уступать, а нет, все, 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 пошел, 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 хотя на камере вращается отлично, по времени вращается хорошо, минута 10 уже пошла, в принципе, достаточно достойный, достойный показатель у нас сегодняшнего персонажа, ага, 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 дадим 2 секунды, все, ну да, минута 25 прокрутился в Вайлд Вайрон, интересно, записали, зафиксировали, следующий соперник, посмотрим, он в принципе потяжелее, но драйвер у него чуть другой, поэтому, и отваливается он, 3, 2, 1, оп, нет, стоп, нет, 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 нельзя, это криво, косо получилось, перезапуск, погнали, 3, 2, 1, бейблейд, так, да, видишь, атакующий драйвер, он, конечно, сразу пошел в разгон, но в принципе, он сейчас до Центринга дойдет и остановится, здесь мы, слушай, а может вести титул чемпион времени, слушай, а это интересно, чемпион по времени, кто же дольше всех прокружится, слушай, ну, а как же тогда нам на чемпиона времени, как же нам тогда тестировать волчки, я так с ума сойду сидеть и смотреть, а, ну в принципе можно сделать турнировую таблицу, кто будет крутиться дольше всех, кто будет в финал Кваверону, а, ну в принципе да, друзья, как бы такая идея, в комментариях напишите Бэйв Лэйд Слэм, чемпион времени, абсолютно внезапный титул для нас, я вам придумал, и у нас сегодня чемпион, смотрите, Токаратоми, Гатлинг Драгон, командный чемпион, тоже Токаратоми, ну и тут Токаратоми, но в Майн Эвенте может все измениться, друзья, смотри, уже минута, я не знаю, стоит ли вас задержать и перекружить, и перезапускать, но в принципе, мне кажется, он дольше прокружится, хотя, может быть и столько же, не знаю, я не вижу смысла, правда, перезапускать, в принципе, да не, 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 он явно, еще секунд 30 точно прокружится, 100%, да, я думаю, хотя, 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 посмотри, ровно, ровно столько же, друзья мои, ровно столько же, буквально на 4 секунды, вращался он меньше, давайте так, давайте перезапустим данного персонажа, потому что он не побил же рекорд, если будет время все сутки меньше, то победа достается вам, два ворона, если вдруг больше, то победу отдадим ему, все, готовы, 3, 2, 1, Бэйблейд, да, он решил вылететь с ринга, на самом деле, сложный волшок, действительно атакующий, просто видишь, я хотел вас порадовать, сразиться против 6 сезона, но, еще разок, сейчас, главное, да, все, он стабилизировался, в принципе, он будет вращаться спокойно, да, мне нравится эта идея, друзья, мой титул, чемпиона времени, среди Бэйблейдов, я думаю, это клево, можно потом будет отдельный, типа, сделать какое-нибудь шоу, типа, экстремальных правил, только, типа, время на вылет, вот, типа, того назвать шоу, и реально в этом шоу, вообще проверить, сколько вращаются волчки, я никогда этого не делал, потому что, ну, как-то мне битвы ближе, но, в принципе, время на вылет, думаю, это, или time to die, думаю, интересно, такое шоу, вот, в комментариях, напишите, время на вылет, чемпион времени, классный, мне кажется, прикольно, я реально думал, это сделать просто приколюхой, или одноразовый, только для Бейбл и Слэма, но, мне кажется, норм, но, мне кажется, смотри, он вот на камере вроде норм, а в жизни он похуже, он, мне кажется, уже вообще сдается, ну, не совсем тот волч, да, он вообще хип проиграет, посмотри, все, 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 до конец ему, да, все, да, ну, да, о, как красиво он встал, ну, да, минуту друзьям, и упал, ну, красиво стоял, слушай, нормально он прям, и так, чемпионом времени становится, Вайлд Веброн, а давай, ладно, для вас, я, кстати, телефон подальше уберу, куда-нибудь спрячу его, в сейф положу, давай так, чисто прикола ради, вас повеселить, один раунд проведем, настоящий Бейбл битвы, вот, прямо интересно, кто же победит, в этой неравной схватке, ну, естественно, его запустим первым, а, прикинь, Вайлд Веброн такой сейчас, типа, опа, опа, чика, попа, я сейчас победю, в принципе, если Вайлд Веброн не взорвется, шансы у него есть, а если он победит уж в такой битве, то уж тем более он красавчик, ну-ка, пока, да нет, нет, мне кажется, я бы его сейчас точно берстил, да, выбивание с ринга, ну, в любом случае, это уже не важно, это был так приколюха, чемпион времени, Вайлд Вайлд Веброн, друзья мои, ну и все, мы подобрались к завершающему событию нашего Бэйблэйд Слэма Вайн Эвенту, у нас сойдутся легендарные Проминенс Валкирии, против этого Динамита Кербяуса, играем мы, друзья мои, до 7 очков, вот такие у нас сегодня правила, итак, первый раунд, я готов, вы готовы, надеюсь, все готовы, надеюсь, что у нас сегодня, да, пускалки получше будут, будет вообще шоу прекрасное, мне понравилось, ааа, все, ну, смотри, рама слетает сразу, я даже, понимаешь, не могу запустить нормально, полетели, итак, ой, хотел нажать на паузу, блин, хотел сейчас нажать на паузу, на телефоне, это был бы кринж, все было бы зря, я бы просто не знал, сколько я уже отписал, да нет, все, нафиг эту раму, она опасная, без рамы сегодня будем бацать, я думаю, что, если он выиграет, то он выиграет и без рамы, итак, Бэйблэйд Слэм, Майн Эвент, финал, Тарады Ди Дети, против Проминенс Валкирии, я по-говорю, мы этого ждали, эту сходку, легендарную века, проиграл королевскую битву наш Феникс, но выиграл экстремальные правила, и, друзья мои, 1-0, 1-0, в пользу Проминенс Валкирии, неужели он сегодня станет нашим чемпионом, Бэйблэйда нашего канала, итак, второй раунд, да, друзья мои, до 7 очков, вы знаете, у меня какое-то нестандартное предчувствие, что повторение при шоу и первого боя на сегодняшнем Бэйблэйд Слэм, потому что мне больше всего понравился матч, этот самый, матч с Валькирией, мне пока больше всего понравилось, в котором вот эта Валькирия победила, а счет у нас 2-0, да, мне понравился матч больше всех, он какой-то был такой, знаешь, прям, ну, настоящий, такой трушный поединок, потому что матч тройной угрозы, ну, такое, и командный титул, ну, такое, плюс пускалки у меня, ну, такое, вот, поэтому, да, и Валчков было, ну, такое, поэтому, но я все равно для вас старался, провел эту, всю эту серию роликов, поэтому, ой, соскочил, пускалки, ну, ладно, вроде вращается неплохо, вроде вращается хорошо, у Тарна до 9-ти проблемы, я надеюсь, он так хорошо дошел, он прошел и неужели он сейчас сольет, пока счет 2-0, ну, значит, Проминенс Валкери станет нашим чемпионом, как-то так, да, смотри, друзья мои, 3-0, 3-0, несмотря на то, что Проминенс Валкери запускаю первым, чтобы какой-то шанс был у нашего Торнадо Ди Дети, но там он с пускалки съехал, ну-ка, давай еще, четвертый раунд, так, в принципе, Феникс сможет вылететь, и, наверное, Торнадо Ди Дети на это надеется, но он пока не вылетает, пока не вылетает, но в общем и целом, прям сегодня хороший Бэблэй Слэм, получился такой нормальный, насыщенный, интересный, да, 4, друзья мои, 0, в пользу Проминенс Валкери, я, честно признаться, продолжать это не вижу смысла, но мы играем до 7, но мне кажется, все предрешено, как бы я ни старался запускать Торнадо Ди Дети, сегодня чемпионом он не станет, а я надеялся, я очень хотел, я прям молился, я думал, он все победит, но видишь, такая судьба, видимо, Проминенс Валкери посильнее, даже без рама, но это, в принципе, и законно, это и достойно, то есть, так одолевать своего соперника, это круто, 5-0 счет, ну давай ради того, чтобы, как бы ради того, чтобы ради, ради проформы, да, уже добьем, доделаем, потому что, как бы, как так, да, я надеялся на какую-нибудь там ничью, или берсту, но, но этого не произошло, не произошло, друзья мои, вот такая у нас сегодня была, эпичная Бэблит схватка, да, 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 все, ну все, ну 6-0, ну я думаю, тут, как бы, очевидно, и видишь как, получается, Фениксу драться-то и не с кем, то есть, мог сегодня выиграть Ревай Феникс, но он сегодня конкретно проиграл, поэтому ему без шансов, 6-й бой, прям подряд мы идем, немножко Феникс творит дичь, но я думаю, что все уже предрешено, поэтому здесь, как бы, ну, без шансов, объективно, да, вот такой, немножко грустной, грустной концовкой, потому что, ну, как бы, ну, с другой стороны, еще раз, все было честно, подстав не было, ты был красавчик, но, увы, до свидания, проминенс валк, в компании Флеймс, становится сегодняшним чемпионом нашего Бэйблэйс-слэма, друзья, итак, итак, наши чемпионы сегодня, победитель, титул, такара томи, который написали вы, Гатлинг Драгон, ну, отлично, дальше, титул впервые, который вообще я придумал только что, чемпион времени, ватвавран, ну, и командные чемпионы, вот они, вот такие у нас 4 титула на наших праздниках Бэйблэйда, друзья мои, помимо этих титулов, у нас будет еще разыгрывать титул, конечно же, подделок, там тоже мы сделаем эпичную рандом битву, там будет не королевская битва, там будет тупо рандом битва, но за титул, вот такая история, интересно, интересно, сегодня был бой, друзья, все, кто в чате, спасибо, что были со мной здесь, ну, чуть больше часа, мы молодцы, мы провели классное шоу, если оно вам сильно понравилось, мне понравилось очень сильно, какой ваш любимый бой, напишите, в комментариях, потому что боюсь, у них были реально классные, достойные, необычные, такое шоу провожу впервые за 4 года, и я таких шоу могу клепать много, друзья мои, так что подписывайтесь, мне бы только в лодочках побольше, аренд по разнообразнее, друзья мои, наверное сейчас могу вам анонсировать следующее шоу, это будет ночь чемпионов, на кону будут стоять все титулы, но когда она будет, время покажет, да, друзья мои, надеюсь, что завтра, послезавтра вас порадовать роликом с новеньким Ахиллесом, и тестом его с волчками, поэтому, круто, круто, о, подожди, стой, стой, мне сообщают, что пришла группировка Возмездия, Возмездия пришло, вот они, и они хотят, что-то высказать Фениксу, и, ну, естественно, на ринге, да, погнали, чё, у нас раз такая тема пошла, полетели, они говорят, что он не достоин титула, о, а он убежал, Феникс убежал, Феникс, ты чего, братан, он, он, короче, убежал, и развалился, он такой, типа, ну нафиг, я ухожу, как-то, то ли я его криво запустил, то ли еще что, так, секунду, сейчас я тут настрою, подожди, малочки, ха, жесть, погнали, ты чё, выиграл бой и уходишь? Группировка Возмездия, они зачем-то сюда пришли, и зачем-то хотят, что-то кому-то доказать, я не знаю, у нас как бы шоу закончилось, но вот Возмездия, Фафнир, Дракон и Ашура, решили, что, что они решили, я не понимаю, поквитаться, но нет, это до свидания, то есть, ну, зачем они здесь, я не понимаю, для кого, кто вы уходите, вам здесь не рады, объективно, я не рад точно, я не знаю, может вас повеселить, конечно, это для меня, но по мне, какая-то дичь происходит, мне кажется, такого не должно быть, абсолютно объективно точно, но не знаю, не знаю, не знаю, может вам такой норм, но нет, Феникс, я не понимаю, зачем, я, а чтобы что, они пришли, зачем они, для какой Возмездия, что они хотят, они хотят, что, что сделать, Ну и последний раунд с Бушина-Шурой, я не понимаю. Они все равно, у них нету ни права за титул, ничего. Они, возможно, хотят, типа, попытаться доказать мне, что достойны, но на самом деле... Э, что такое? Это что такое? Два игрока возмездия, боги, они втроем, посмотри, и все, и Феникс разобрался, ну и всех нафиг. Друзья мои, вот такой у нас был праздник Бэйблейда, Бэйблейс 7. Если вам понравилось, огромное спасибо вам за то, что были все здесь со мной, этот час мы провели вместе с вами прекрасно. У нас сегодня чемпион нашего вечера, наш прекрасный провинанс Валкери, и эта композиция посвящается именно ему и всем, кто был сегодня здесь. Играть я на детали не умею, но какими-то аккордами могу вас пора, потому что я не могу, я не могу сконцентрировать две руки и голос, понимаешь? У меня не работает это так. Но, друзья мои, огромное спасибо всем, что были все здесь со мной, безумно всех вас любят, уважаю, уважаю, всем удочки, всем пока-пока! ААААА! АААА! ААААА!! АААААА!!!!! ОВААА!